Контуры направления современного транзита и что отживает, что приживает. Мы в этом много говорили, но на самом деле просто такая финальная презентация, которая позволит нам каким-то образом понять очень сложный характер мира. Причем, когда даже наши любимые голландцы говорили, они очень мягко, на мой взгляд, как говорили по поводу того, что происходит в мире. А в мире происходит очень даже неприятная ситуация, причем даже такие, знаете, системообразующие, системо-разрушающие. Вот в эту картинку, очевидно, вы все прекрасно знаете, там видели неоднократно, да? Это вот идет сюжет, связанный... Сейчас, секундочку, просто смотри, почему он не двигается. Совершенно стандартный сюжет любого форума большой двадцатки. МВФ, Сементатургаза, да? Капитализм не работает. О чем это они говорят? Что для них не работает? Люди, которые там собираются, вот в Гамбургане, да, такое, вот это оттуда, да? Another world is possible. О каком мире? Понимаете? Получается, есть просто некий другой мир. Их не устраивает то, что есть. Понимаете? Вы смотрите. ВВП нарушено население. В этих странах там 35-40 тысяч долларов в среднем по Европейскому Союзу. Да? В большой двадцатке тоже страны богатые. Голода практически нет. Ничего нет, да? И вдруг люди говорят, нам не нужен этот мир, нам нужен куда-то другой. Это к вопросу о том, насколько важен фактор материальной динтерминации. То есть мы говорим, если вот в Белоруссии будет, там, ВВП войдет на пять процентов. Насколько это повлияет на население, на их политическую, гражданскую область? Ну никак не повлияет. Потому что это совершенно другой, как бы, с другой сферой. Капитализм, вот вроде бы, никто не определяет, но есть, как бы, усталость от него, есть раздражение от него, от той системы, которая есть в мире. На мой взгляд, самая большая проблема заключается в том, что практически ни в одном из известных авторитетных округов нет четкого определения капитализма. Капитализм – это самая избитая фраза, самое избитое определение, которое есть только где бы только ни было. То есть вроде бы он, мы все понимаем, что это такое, но капитализм там 17-го века, 18-го века, 21-го века, все-все капитализм. Вот. Поэтому, как бы, это такое клише, мальчик для битья, и очень сложно о чем-то говорить. Но лифан, как общий мировой консенсус, безусловно, существует. То есть доходы, значит, расходы государства, государственная собственность, доминация государства в регулировании, в командных высотах. Тот факт, что в мире только пять экономической свободы стран, говорит о том, что на самом деле никакого капитализма в мире нет. И он есть в маленьких островках, расположенных там в Австралии, Новой Зеландии, Чили, по-моему, там пять стран, не помню, там еще и... А Гонконг и Сингапур. Но причем я считаю Гонконг и Сингапур не капиталистическими, потому что нет полноценных прав, политических прав и гражданства. Да, да, да. То есть я говорю, если я просто один критерий, который можно было использовать, то вообще нет. Потому что, например, конкуренция на рынке один. Все. И вы закрываете вообще тему капитализма на forever, потому что нигде нет. Вот есть вот это, причем здание, это разная высота здания, но, собственно, вот так оно и есть. Если там в этом здании сидят люди, как в скандинавии, которые делятся, которые есть, институты там, сделать участие всех, ну тогда более-менее хорошо. А если нет, значит тогда дворцы Путина поменят, кто там, или у нас там 20 резиденций, там в Украине ничего не знаю сколько резиденций. Вот, а все остальные там, ну кто как устроился, пристроился. Приехал, смотрите, вот, жесткий спрос на новое при абсолютно беспрецедентном прогрессе, которое достигло человечество в ближайшие последние, там скажем, 30-40 лет. Причем это вот данные, которые показывают, насколько люди не понимают, в каком мире они живут. Да, вот было вот в раздавках, есть такой, сейчас, на какой странице, не помню уже, в самом начале. Там, значит, есть, под американцами задали вопрос. Вы считаете ли вы, что в последние 30 лет бедность в мире упала на половину? Да, то есть это факт, который зафиксирован всеми организациям. Ну что вот 25 процентов американцев сказали, да, действительно, да, да. То есть вот те, тот прогресс, который есть, да, вот потом, вот здесь в раздавках есть совершенно потрясающая табличка, вот тоже вам вы посмотрите, да, которая показывает, что по бедности, по, значит, количеству голодающих, по, потом, количеству, я не помню, что там было, то есть 4 показателя, вот такой показатель, который говорит о том, что все, все растет, все хорошо. Вот, а люди недовольны. Смотрите, мирный прогресс. Вот это вот доля стран в мировой ОВП. Начиная там с 1500 года, все росло, вот видите, вот здесь все началось. Мы живем в новую эпоху, абсолютно счастливчики, когда вот наши там дедушки никогда в жизни этого не имели, причем дедушки там практически всех стран мира этого не имеют, кроме там каких-то роют. А здесь, смотрите, вот в чем вот этот Китай пошел вверх, вот видите, он здесь начало расти и все. Китай несколько процентов вырос. Россия у нас красненькая вот здесь, да. Америка у нас, Япония была поднялась и начала опускаться уже. США, где у нас США зелененькая. Зелененькая, а вот США зелененькая, да. Вот, знаете, красный, 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 красный. Вот их поднем, и, собственно, вот тоже говорят доминация Америки. Доминация Америки, на самом деле, доля Америки мирового ОВП сокращается, уже не говоря про долю экспорта мирового, для Америки там не более там 12-13 процентов. То есть мир, прогресс совершенно очевиден, не вызывает никакого сомнения. Но это все у людей не только. И поэтому начинает очень активная, интенсивная борьба, даже ожиточенная, за, как ни странно, демократию. Причем дискурс демократии, он чего-то здесь своеобразный такой. Вот вы видите книжки тех людей, которые борются с демократией с абсолютно левой позиции. Причем вот Чомский, это является, ну, номер один, вне сомнения, интеллектуалом, а? Хомский, Хомский, ну, Хомский, Чомский, Хомский. Вот две ее книжки, если вы заметите, New York Times bestseller. То есть это не то, что там кого-нибудь там левизна, которая там на обочине дискурса работает, это просто топ того, что читают люди в Америке. Человек, то есть против establishment это мало сказано. Человек, который считает, что американский там империализм, американский капитализм, американский капитализм, они все сволочи, потому что они, в общем-то, занимаются оружием демократии. Вот его «Profit over people», совершенно очевидно, протесты Уолстрии против Мейстрии, как говорят, главная улица людей против Уолстрии. Книги, все они великолепно продаются, распространяются, пользуются популярностью. Это Дэвид Харри, это человек, который передает, где-нибудь в Лондонской школе экономики. Свою книжку «Сверь 17. Прозревающий и конец капитализма». Теннис очень простой, да. Это все система, созданная его названием капитализмом. Она ведет к деградации, к неравенству, ко всем порокам, которые есть. И вот новый, где присоединяется недавно джентльмен, бывший министр финансов Греции, Янис Варупакис. Причем он не только министр, он один из профессоров американских школ. Он друг Стигрица, Рудмана, собственно, всей этой братьей. Тоже же с Чомским он интервью делал. И вот, вот, смотрите, «Моя борьба с европейскими глубокими стабилищами». Вот, «Эдлтен Веррук» в взрослой комнате. Вот есть ситуация, когда он был министром финансов и приехал на встречу с министрами финансов страны Европейского Союза. Людмэф договаривается о реализации долга. И, по его мнению, ему относились как мальчики и детья. То есть ты приехал по мальчикам и взрослые, и будет ему мучить как-то визит. Их претензия следующая. То есть эта претензия, конечно, нужно понимать, как они понимают демократию и как они их защитят. Избрали правительство Греции. Правительство Греции имеет мандат на то, чтобы регулировать вопрос долга путем списания, реализации. То есть мы не будем платить долг, давайте поговорим о реализации. Когда он говорит, друзья, у него такой мандат. Ему говорят, заткнись, вот столько ты можешь платить и вообще деньги бери. Потому что главными стейхолдерами были немцы и французы. И он обвиняет немцев, Шобель, Меркель в том, что немцы специально поработили Грецию, давая деньги этой стране, которая никогда их не отдаст. Внимание, очень интересный сюжет для нас, для Белоруссии. Когда мы берем деньги от России. Страшная история. Почему это мне интересно? А параллель показался, сюжет показался интересным, да? И потом, когда рассеянный ставит счет за друг друга, правильный долг, давайте отдавайте. И тогда мы можем сказать, ой, у Сори, где пол? Ну, в этом случае тоже самое не прошел. Давайте берите еще, мы вам с НБР договоримся. И то есть, грубо говоря, это вот эта долговая яма, от которого вот грязь и упала. И понятное дело, что этих долгов никогда просто математически отдать нельзя. В другой момент говорит, что это на самом деле террория. Это никакой демократии нету. Вы сами виноваты в том, что давали стране деньги, которые теоретически вообще не могла даже их отдать. То есть вот такой разговор. И вместо того, чтобы сидеть под припором, вы мне выкручиваете руки. И это не демократия, потому что там непонятно, так как ребята с Европейской комиссии, министр финансов Греции, Германии начинают, собственно, навязывать волю греческому народу. И вот с таких позиций парень продержался полгода, год он был министр финансов. И он написал книжку, сейчас начинает, собственно, говорить о том, что, друзья, в Европейском союзе нет демократии, потому что вопросы не решают за стороны переговоров, а вопросы решают деньги. Вот такой диск, да? Неожиданно. Не-не, ну это, я говорю, что… Меня кинули. Как, смотрите, как вообще вот демократия… Демократия в исполнении Исландии была похожей. Когда Исландия провела деферендум, сказала, сори, мы платить не будем, спасибо большое, до свидания. Вот то же самое, а здесь Греция, Греция, собственно, вот она завязалась в эти программы ВЭК Семерного банка Европейского союза. Грекам дали денег, там простили что-то, что-то еще дали. Все равно это нестойчивая модель. Но Варуфакис и Ижи с ним, в том числе Чонг, Хомский, в том числе, там, Стиглиц, они обвиняют Европейский союз в том, что это такая форма авторитаризма через деньги. Вот, вот такой прямой вопрос. Понятно, дело не говорят, друзья, это демократия, МВФ – демократия, вообще нужна новая демократия. Новая демократия призывает не кто-нибудь, а вот еще два парня, которые, вот это вот, как идет извращение понятия, да? Стиглиц, дубльский лауреат, евро и угроза будущему Европы. Опять такой месседж, что главной угрозой Европы является не что-нибудь, а политика Германии по отношению к деньгам. Месседж такой, во время введения евро, страной, которая получила больше всего пользы, стала Германия. Германия, в целом дела, распределила бенефит, пользу для себя от бедных стран, там уже Греции, от той же Италии, и все получила. То есть, вот, как бы, такой сюжет, и понятно дело, что они говорят, что в этой ситуации нужно списать долги Греции, списать долги Италии. И, вот, мы выходим на замечательное предложение Робе Заширлену, еще давно уже рассказал о области экономики, который говорит, надо в права человека ввести право, грубо говоря, кидать своих кредиторов. Грубо говоря, то есть, если ты понимаешь, что долг неподъемный, то все, а что давал, грубо говоря, а что давал, файмай. Вот, это теория и практика. Так может, это научно покупать краски по 70? Я не про науку сейчас, я просто говорю про, вообще про краски говорю. Мы пока еще отношения с Беларусь и Россией не затрагиваем, когда мы говорим про то, о чем говорят в мире, какие ситуации. Потому что демократия атакует со всех сторон. Честно, скажу, с какой стороны такую демократию, там, репертарианцы и те люди, которые выступают за свободу, это совершенно другой сюжет. Но вот эта книжка тоже интересна, потому что, смотрите, человек, Пол Крунман, один из самых ярых интервенционистов Америки и мира, пишет «Сознание либерала». Слово «либерал» ассоциируется вот сейчас с такого рода ребятами, которые очевидным образом вступают за государственное регулирование, за центральный мировой банк, за центральное правительство, за то, чтобы, грубо говоря, не децентрализовать и дать возможность людям отвечать за свои обязательства, а координировать экономическое развитие через центральный орган. Грубо говоря, они против наличных денег, они против конкуренции. Валюты говорят «Друзья, проблема мира в том, что мы станем глобальным, но не глобальным органом управления и созданием». Давайте если создадим, и мы будем управлять, мы знаем, потому что мы ученые, мы добрысь лауреаты, мы крутые, у нас модели, там, дофига разных энергетических, мы никогда, мы никогда не будем видеть эту физику, вот сюжетно. Вот, поэтому вот смотрите, как разрушенники, и вот еще один интересный, значит, ученый, там, или интеллектуал, вот Freedom and Democracy, Ричард Вулф, американский марсист, коммунист, вот, который совершенно такую простую схемку выстроил, да, демократия в действии, да, лечение для капитализма. Все они хотят отличить капитализм путем трансформации той демократии, которая есть, которая предполагает, собственно, что, вот видите, эти все штучки для централизованных принятия решений, должны предполагать, с одной стороны, координацию, да, с другой стороны, с другой стороны, значит, быть основаны на глобальных местах глобальных. Гражданские институты управления почему-то должны быть демократичными, непонятно как, но, смотри, вот эти книжки, да, они пользуются популярностью, это не ко-нибудь, там, чтобы они подумали, там, две тысячи бюджетов, это миллионы копий разных авторов, бестселлеров, и они доминируют. Когда мы, есть тот факт, что мы их не слышали, просто мы не в курсе того, собственно, что обсуждается там. А поскольку там это мир, да, то есть, если бы у нас ВГУ было таким же центром, как Гайлл или МИТ, ну, тогда белорусские публикации были бы такими важными. То есть, Ярослав, основные рецепты, это все-таки децентрализация? Нет, но не такая. Смотрите, здесь мировое правительство, здесь его принимают решения по тому, чтобы были хорошие деньги, соответственно, правительственная политика, распределение, равное распределение доходов, чтобы богатые, обязаны были помогать бедным, чтобы была справедливая торговля, все такое. А этим, собственно, мы уже раздаем. То есть, вот, простой принцип. Грубо говоря, вот, как Европейский Союз, комиссия, там, ну, те, которые реформации Европейского Союза говорят, богатая Германия должна делиться с бедной Грецией. Простить долги, дать денег, там, еще что-то сделать, еще что-то сделать, то есть, грубо говоря, когда растет, когда мы видели, что в Германии, там, 80% немцев, там, и 7% довольны тем, что куда они раздеваются, что там у них безработица на минимальном уровне, что у них там хорошие показатели, французы, греки, итальянцы, испанцы, многие другие, сказали, слушайте, это все потому, что немцы, вступив в евро, навязали нам евро, использовали всю экономику давления против нас, и сейчас они распределку делают на счет. То есть, грубо говоря, когда в рамках Европейского Союза они не понимают, то есть, они видят, что есть проблемы с распределением. Это все понятно, но рецепт, это децентрализация? А, нет же. Я не про книгу, я. Смотрите, рецепт, сейчас про это будем говорить, рецепт всегда заключается в том, что богатый Серждовый делится 2 до 1. А как делиться? Это можно через налоги на финансовые транзакции, через трансферты через Брюссель, через списание долгов, опять-таки, через разного рода снятие барьеров, либо обстановление квот, то есть, стандартный набор того, что очень любят чиновники. И самый главный их месседж, что мы демократии спасем только если мы отнимем власть больших государств, богатых стран и делаем трансферты, грубо говоря, в ООН такой, но ООН не такой, как сегодня общественная организация, а ООН полноценное мировое правительство. Тогда, значит, этот ООН будет влиять на американское правительство, на немецкое правительство, на какое-то еще правительство, и бедные страны будут получать за счет этого какие-то европейские страны, то есть, в том числе, в Европе. Это такой, да, Советский Совет. Поэтому здесь у нас, совершенно очевидно, идет смещение двух вещей. Идет смещение мистики и разума. Если мы говорим про науку, про разум, про просвещение, тогда это один подход, мы древнализируем причины и, собственно, какие-то вещи, связанные с научным сопровождением проектов дела. Если мы поступаем эмоционально, ну тогда у нас рождаются разводы движения, недовольство, безграмотность и все прочее. И это один из самых больших противостояний в современной эпохе, когда люди вообще перестали обращать внимание на науку как на валидатора тех или иных предположений и утверждений. Совершенно классный пример, когда я даже у европейцев спрашивал, американцам, говорили, слушайте, вот вы, европейцы, да, запрещаете ГМО. То есть такой вопрос, да? Вот на основании чего вы запрещаете? Американцы, европейцы, дача, все в мире, ни одно исследование доказало предоносность ГМО. То есть не даже гипотетически. Если мы верим в науку, то это наука. Если мы верим в мистику, то это мистика. Вот пример хороший. Или глобальное потепление точно такая же мистификация, потому что когда-то, говорит, почти консенсус непонятно чего, когда начинаешь влезать, вот я, Борис Андрей Николаевич, он занимался очень глубоко, фоярные такие гигантские работы, там, ученых, дематологов, там, все проще было. И когда люди игнорировали, знаете, хотите доказать какую-то вещь, у вас есть 30 факторов, влияющие на некую, там, температуру, вы 20 факторов важных, там, оставляете за кадром, анализируете 5-6 корреляций на основании, там, небольшого, там, 80 метр температуры, и делаете вывод, все, глобальное потепление есть человеком. То есть это вот типичная фальсификация, манипуляция, это мистика. Я не говорю, например, про, совершенно мой любимый пример по поводу того, как белорусский Белликпром начал выпускать ткань для сок для костюмов, которая нейтрализует излучение, вредность излучения сок в России. То есть никто ее вообще не доказал, что он вообще на фото влияет, но Белликпром же маркетинг делает хороший, у нас сам наша ткань классная, потому что она защищает нас от вредного излучения. Это совершенно потрясающе. И 50 долларов джинсов. И 50 долларов джинсов. И такого рода мистики, понимаете, вот сплошь и рядом, да, мы защищаемся от непонятно чего, вот, и когда посмотрите на список главных угроз мира, вот, как говорили, смена повестки дня, там, всемирная экономическая форма, там не будет, там, плохое правительство, там, долги, плохое госправление, там будет, например, там, катаклизм, да. А потом интересно показать статистику катаклизмов мировых за последние, там, сто лет. Сколько это типично и типично. То есть, ну, научным способом подвести к Беларуси, вы видите, что, на самом деле, количество, там, этих засов и того, и того, и того, и того, в принципе, больше не станет. Например, мы говорим, в Беларуси, там, знаете, температура такая вот, да, жарко ли это, холодно ли это, точно, на третьей температуре, на самом деле, в Беларуси, говорят, ну, да, 0,1 градуса, да, то есть, вообще нет. Вообще, самый, самый сюжет интересный, когда мы говорим, что глобальное поцепление идет за счет территории экстремального холода, то есть, вот, если взять температуру, да, вот, там становится немножко теплее, и потом, поэтому, собственно, мир должен разорваться, наверное, тем более мы, Беларуси, это вообще нам в кайф, мы можем пополучить достаточно серьезные бэдбэнки. Вот, и вот, я не знаю, по всем основным таким темам, Рамест, это вообще тема такая, очень знакомая, вот, у нас два года назад, по-моему, или год назад, когда Павел Александр выступал, на том выступал по поводу вот этого пикетти, вот, книги, которые он, собственно, представил как «Капитал XXI века», где просто тоже сфаксифицировал данные, по-другому, по-другому. Это подгонка, фальсификация, просто катастрофа, мистика под видом науки. Вот, это вот, смотрите, вот, совершенно потрясающий уровень предела мистики, который можно себе было представить. Это письмо Башкортостан, в связи с неблагоприятными погодными условиями и бедственным положением в сельском хозяйстве, просьба, начинайте, выделить вертолет для облета территории такого-то района с священнослужителями с ограблением святой водой с 7 июля в период с 11 до 12 часов, после совершенно экстренного молебна Богу. Помогло? Вопрос не в этом. А встал документы? Вилобат выделит, да, да, выделит, конечно. Выделит, выделит, это вот предзем, да, это вот Средневековье такое, до эпохи просвещения, когда у нас там по случаю и без случая махры, синдзы... Что такое вёдросолнечная погода? Что? Они просили вёдросолнечную погоду для сельского хозяйства. То есть, они даже молились о том, чтобы вёдросолнечная погода для сельского хозяйства пришла к нам, и росила... Просто, ну не в текст, думать, это же смысл. Власти какого-то района, а? Какую? Просто они обращаются к этому, чтобы... Что, что, что? Нет, знаешь, они свечки подавали, Кирилл говорит, скоро будет у них прайс, да, 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 вы за дождь, да, вы за дождь, да, вы за дождь. Знаете, вот это вот 21-й век, да, когда вроде бы там выдавцы на уху, вот так, да? Да, очень большой бизнес. Да, не смешно. Я о ней об этом говорю. Именно об этом не говорю, мы говорим не то, что да, это, конечно, бизнес. Но вопрос, что власти пользуются там, они по поламе там ничего не случилось, это безумная мистика, которая, собственно, председательство, вот она определилась. Прошло накопление ошибок. Совершенно очевидно, то есть столько ошибок накоплено, что решить их в рамках старых, там, решений, старых, там, координат невозможно. Греция, например, того, куда загнали Грецию, да? И если без списания долгов не возможно. Самое интересное, что эта же логика распространяется на США. Американцы без корректировки обязательских выплат не смогут рассчитаться ни с пенсионерами, ни по медицине, ни по внешнему долгу. Потому что это обязательство, там, многие разные считают разную цену, там около 300 триллионов долларов. При ВВП Америка 16-13 триллионов долларов. Долг домашнего хозяйства, 100% ВВП. Это просто вот сюжет, когда, опять-таки, жизнь непосредством, жизнь за счет фантиков, втягивание страны в эту, вот, финансовую пирамиду, пришло к тому, что, да, вот, мы живем там, когда там стоимость денег, там, 1-2%, это одно, а когда, вот, 4%, я представляю, волну банкротств, самоубийств, протестов, которые будут в Америке, это будет самый страшный развал, который может быть. Причем, знаете, есть такой сюжет, я слышал, что, на самом деле, там, банкиры специально так делают, для того, чтобы подсадить на потоки потоп правительства и регулировать его, то есть, управлять. То есть, это вот, это, вот, все это рождается в органы, там. Ну, это теория заговора. Да, да, я просто говорю, что, типа, есть специальные, на самом деле, я думаю, что все очень просто. Вот, когда, вот, кто, например, дал в Белоруссии долг по 7,5% в ГДР? Вот, знаете, что, развестили мы 1,7-4 миллиарда долларов, эти банды, почему нам дали под 7,5%, когда это гигантское, собственно, в мире стоит деньги 1%, 2%, а нам дают под 7,5%, понятное дело, что это почти при дефолтном состоянии. Почему? Кто дает? Почему? Какая мотивация к людей, которые дают? Я уверен, что... Другим образом получить контроль. Да, вот у меня контроль. Ну, давайте, вот, британские, американские инвесторы, да, вот, как, какой они контроль могут получить через пенсию? Никакой. Да, просто получить больший доход. Как и любой, у них есть часть, которая инвестирует крайне консервативно, да, но зарабатывать-то деньги надо. И когда ты можешь на 10% портфеля заработать столько же, сколько на половине консервативной... Даже теоретически, да? Да, теоретически, то есть у тебя есть, да, у тебя есть доля портфеля, которую ты вкладываешь в рискованные активы. А учитывая, что белорусскую экономику оценивают по взаимосвязи с Россией, то есть Беларусь вернет, потому что Россия, да, в случае чего. Да, такой расчет есть, на самом деле. Это как у американских, точно так же. То есть, грубо говоря, есть такой сюжет, когда, вот, помните, вот, в 90-е годы, я не знаю, как сейчас, да, когда, там, вот, мафия, там, эти разные ребята были источником кредита, да, и они давали тебе деньги, там, 500%, то есть ты не давал, не дай бог, ты задержался на деньги, но ты имел проблему, там, либо просто занимался бизнесом. Вот, собственно, такой сюжет. Поэтому, вот, есть спекуляции такие, ну, вы говорите, количество ошибок такое, что, вот, я думаю, что просто так меня сосет. Халява, она по-прежнему у нас, вот, доминирует, причем, вот, вот, халява через ММ, через разного рода инструменты, индексы и все прочее. Причем, вот, вот, такой, знаете, пассивный доход – это вообще наше все. То есть, как сделать так, чтобы я ничего не делал, сидел на суку, упался, у меня там капало, там, 5-10, там, тысяч долларов и не более того. Причем, это, вот, не американская мечта, а американская реальность, там, типа, печень себе, чтобы все такое существование. Давайте я хотел сказать еще недавно. В Галилее открылся буквально пару дней назад магазин космический женский. Там обещали раздать первым цветом опустителям бесплатные косметички, карандаши и еще что-то. Здесь все тратится магазин и раздать бесплатно. Четыре-говорочница была. Да. В чем это вот? В чем это вот? В Италии, утром, где он опять видит такой толпы. Время революции. Халява, друзья, халява, халява есть всегда. Вопрос не в этом, вопрос, когда это часть экономической политики и вот то, что Федорович говорил, там, в Беларуси 50%. Совершенно. Это система, это институциональная проблема. Потому что когда туда выкидывают, там, я не знаю, в том как на Комаровке там Texas Chitles открыли, и люди давились за этой курой, курочкой такой непонятной кур. За честь. А еще как-то колор заниматься. Все. Прокрастинация, да? Вот это то, что очень важно, потому что прокрастинация это вот то, что мы вместо решения проблемы, мы делаем концепции, мы делаем программы, мы делаем разрешения большие позадки, мы создаем рабочую группу, создаем в Украине, там, Советы премьер-министров, это все прокрастинация. Потому что это не ведет к решению проблем. Вот там, проблема бизнеса есть, давайте сделаем рабочую группу ОКС, ШМС, все увлечены, все увлечены, там, на час, не знаю, на год, два, три эта идея, все эти надежды есть, а потом вот это все, и все спустили в унитаз. Вот, собственно, что происходит очень часто, знаете. Клизь доверия, это очень важный сюжет, потому что, вот, знаете, сейчас будут данные, есть такой интересный исследователь, исследование, барометра Эдельмана, доверие, которое делают они каждый год, причем они опрашивают информированную публику, опрашивают широкую публику одно и информированную публику другое. Поэтому здесь очень интересный сюжет. Доверие к институтам основные причины, смотрите, это правительство, это медиа, это бизнес и это НГО. Это вот 12-й, если взять и посмотреть вот сюда, да, просто было 50 не выше. Вот самый, институт, как называется кризис доверия, да, вот, является ниже 50. 41, это вот, тут, конечно, в Беларуси нет, это мировое исследование, и меньше, медиа, смотрите, как риск опустили, то, что Трамп говорит. Почему Трамп плевал на CNN, на CNBC и все прочее? Потому что, когда американцы предпочитают Twitter, там вообще может этих CNN, то есть четвертая власть, перестает, скажем так, быть четвертой властью. Ну, кроме нас, потому что мы опять-таки верим пока в ящик. Бизнес, возможно, то, что я говорил даже в Беларуси, или там в мире, да, оценка бизнеса НГО, это мы с вами, достаточно высокие еще, и опять люди пока еще верят, пока еще верят, поэтому здесь нужно понимать, что у нас доверия среди населения гораздо больше, и надо понимать, как этим доверием воспользоваться, как нематериальным ресурсом. Потому что, если ты будешь выступать чиновником, что-то говорить, тебе доверия будет меньше, чем ты выступаешь в позиции интеллектуального лидера из позиции этого. И вот это очень, очень тревожная цифра. 85% людей потеряли веру в систему. В систему чипа? Вопрос, где ты живешь? Система, модель, система, институты, да, вот, да, то есть там экономика, государство, право, не знаю, суды, вот, грубо все что-то есть, да, вот. Видите, не хватает полной веры в систему. 85% на фоне того, что мир политеет, на фоне того, что технологии там развиваются очень быстро, того, что можно там, не знаю, по всему миру летать за копейки, ну, посреди тем, что было там 30 лет назад, и все равно. Но гигантское разочарование в том, что называется… Да, я думаю, разочарование, потому что рост индивидуализма, вот, в общем. вот это, вот я сейчас приду к этому индивидуализму, потому что у меня есть смертное предположение о том, почему это. Вот, модель для людей, модель с людьми. То, что мы когда уже говорим про адвокаси, про то, кому и как обращаться, и почему необходимо работать нетрадиционно, да. Вот был традиционный момент. Власть и… Влияние, здесь люди были, мы на них влияли, и нескольким образом там говорили, ну, для людей мы это делаем, для людей делаем то, для людей делаем все. Вот. Потом существующее напряжение, она перевернулась. Сейчас власть и влияние находятся на стороне людей, а эти ребята становятся в меньшинстве, то есть они каким-то образом пытаются подстроиться. И по мнению Дальмана, все идет в модели новой совершенно, в модели с людьми, где власть и влияние находятся в самом центре вот этого людского, что ли, котла. Вот. Если мы, понимаете, вот мы, получается, бизнес там, или интеллектуалы находимся, вот, фактически здесь, да, то нам очень важно понимать, что мы имеем равные возможности конкурировать за мнение людей, точно такое же, как люди, которые имеют власть, которые имеют влияние. Влияние – это сменение. Когда мы говорим, что если взять коллективный такой сетевой наш голос, да, там, сторонников свободы, сторонников благоприятного климата, на самом деле у нас доверие к нам может быть больше, чем ВТ, чем МНТ, чем МНТ, чем все прочее, если мы системно координированно работаем. Вот. И, наконец, этот протекционизм будет очень страшно. Куда, чего хотят люди, да. То есть мы говорим, что белорусы такие все там социалисты, украинцы социалисты, российские социалисты. Это мир, смотрите. 47% согласны, что мы не должны заключать договоры о свободной торговле, потому что они являются временем, или нарушают права рабочих собственной экономики. 47%. Это вот… Ну, расплатен. Мира. Мира, да. Мира, да. Мира, да. Мира. Мира, да. 69%. 69% согласны, что нам нужно приоритизировать, то есть сделать приоритет и выделять точки роста в нашей стране оба тех, пренебрегая теми интересами, которые есть в мире. Понимаете, вот, это картина жуткого вообще протекционизма, изоляционизма и наружу дискриминации тех людей, которые не имеют такого голоса в международных организациях и не имеют там возможности, как американцы, немцы, китайцы и так далее, работать по, как бы, продвижению своих и защите своих интересов. Потому что если такой спрос народ, да, народ этого хочет, да, то есть вот чем вы в барабахе, там… Народ хочет защиты местного производителя. Выбирается какой-нибудь Сандерс или Корбин в Британии, или какой-нибудь Француз после Матрона, или кто-нибудь в Германии, или Италии, и дай бог там появляются эти настроения такие, и все идет в разрез. Потому что следуя воле народа, я должен выйти из Советского Союза, выйти из НАФТы, либо не выходя и превратить его в то, во что прилетелось в СНГ. В СНГ вроде бы должно быть свободной торговли, все хорошо, а на самом деле это все просто клуб директоров, не более того. И вот это на самом деле мейнстрим мира. Это та, ну, как бы, старая, отживающая, или новая нормальная ситуация, да, которая появляется. Спроса на свободную торговлю, на там снятие барьеров, на интернационализацию практически нет. Он есть там, там, 10-15% населения, больше обстреления экспертной среде, но Совет поразил мир. Это самое страшное, потому что если они начнут действовать, действовать, это такой парадокс, что ли, там, что ли, там, противоречия демократии. Если следовать демократические требования или, там, значит, настроение населения, то глобализация вообще и мировой порядок, сегодняшний мир вообще должен рухнуть, потому что люди хотят торговлю. Вот America first, или там, Америка прежде всего. Давайте сделаем Америку великой. Пример того, как Америка может повернуть, свернуть вообще с этой пути и стать главным источником зла в глобальной мире. Совершенно четко. Причем, опять... Я же хотел бы дополнить. Нет праздник Савод. Он всегда там был. Нет, смотрите, не было, значит, ничего не было. Если посмотреть структуру общества, там есть часть людей, которые вообще не политики, ничем не интересуют. А спроси у них, они как раз попадут в этот процесс? Ари, смотрите, есть вопрос, когда, например, американцы подписывали договор о нафте, да, свобода торговля. Так или иначе, политики, все конгрессы, все были за. Когда мы подписывали там Европейский союз, все были за. Да, конечно, когда сейчас спросите, там, вы свобода торговляете? Нет, там, лет 20 назад было гораздо больше людей. А сегодня, когда они видят, собственно, то, что происходит, они достижения, которые я вам говорил в самом начале, да, там, и воплошь население, там, и количество бедных, и все, это вот за кадром, а люди голосуют, потому что они видят безработницу, потому что видят, что молодежь не будет устроить на работу, потому что есть долги, и так далее, и так далее. То есть вот випячий, знаете, негативизм СМИ, в том числе, да, он привел к тому, что люди вообще забыли положительную повестку дня про достижения. И на этом, грубо говоря, здесь появляется эмоциональность в политике, то появляются популисты, которые приходят в власть и начинают, как Греция, там, или там, та же Америка, начинают просто, ну да, вот, люди хотят, хотят, не вопрос, у меня там 200 миллионов в Твиттере, и плевать, я хотел на это правило, потому что я люблю политику, я себя не люблю в себе в политику. Вот и все, Лукашенко пришел в 95-й год, ему все говорили, слушайте, ну нельзя так, там, ну, все экономисты говорили, вот так, ну, куда ты придешь? Ну, он популист, он опередил Трампа на 20 лет. Вот, с точки зрения, вот, постправда началась в Беларуси в 94-м году. И он сделал то, что вот, вот смотрите, люди хотят, люди не хотят смертной казни? Не хотят. Да, люди не хотят, чтобы контролировали людей бюджет? Не хотят. Люди не хотят реализации? Не хотят. Ну и все, вообще-либо все, мы там живем. Элита в данной ситуации никак не участвовала в формировании отношения нашего к этим основным вещам, чтобы объяснять людям, почему это перейдет. Потому что, да, запретил. Вот, американцы сейчас ведут ограничения на сталь, там, на торговлю с Европейским Союзом. Второй шаг будет, однозначно, просто ответная плюшка со стороны Китая и Европейского Союза. А эти плюшки приводят к тому, что становится одна, там где, 3, 5, 10, 20, а потом уже не забываем вообще, что началось, и пошла-поехала там громить, ломать, и, собственно, так не рождаться. Вот, поэтому это очень опасный сюжет. Опять зациклено на то, что вот хотят люди. Вопрос проблемы демократии, потому что, а, я не сказал критику демократии со стороны лепетрианцев, та же латынина часто говорит, что демократия вообще очень ущербный институт, я вообще за монархию, потому что демократия, вообще люди там не образованные, безграмотные, вообще нужно ввести, значит, статус, там, то есть плачь налоги, голосуй. Идут этические споры по этому поводу. Я говорю, я не поддерживаю эту точку зрения, потому что я считаю, что гораздо лучше работать по ограничению смирительно-румашнего государства, который я вчера написал, потому что те практически реализовать переход к монархии, то есть такой, вроде бы, заинтересованной монархии, мы плоды такого перехода можем ощутить лет через 100-200, в случае с монархией, там, 2-3-4-5 монархов, будут уменяемые, последовательно и хорошие. И то, это шанс, шанс, который далеко не всегда реализуется, скорее всего, будет с точки зрения народа. Поэтому, вот, тоже такое третька есть, и получается, сегодня, я не знаю, кто защищает демократию, кроме, там, паночки голландцев, немцев и все прочее. Всем она не нужна. И Лукашенко, вроде, опять на инстриме, потому что он попал с опережением, там, на 20 лет, что он же не демократ, не демократ. Я видел ограничения, я видел ограничения. И люди, мир ко мне пришел, потому что я им говорил уже 20 лет назад. Смотрите, какой интересный сюжет был. Ключение понятий. Вот это является, с точки зрения, современного, там, этого интеллектуала, формой рабства. Смотрите, я просто не говорю, что, вот, вставить равенство между рабством, которое было, там, до, там, между неграми, там, крепостное право, и контрактором, который обязывает тебе работать. Он не обязывает. Саша, я говорю тебе о восприятии. Манипуляция. Манипуляция. Манипуляция, понимаешь, какая? То есть, если ты, сволочь, мне не платишь справедливую цену, да, если ты богатеешь, то есть, где зарождается, как бы, вот эта, вот, ненависть, классовая раздра и все прочее. Если я в контракте должен написать работу, там, 10 часов, а я хочу, там, 8 часов или такие условия, а я не хочу, потому что у меня, там, типа, я считаю, на права такие, там, у меня, как в Швеции, да, там, 3-4 дня в месяц могут не ходить на работу, потому что я не хочу, там, ну, грубо говоря, нет настроения. Нет настроения. Ну, все, вот я не хожу. А то, что у тебя там контракт, твои проблемы. Вот. И поэтому, когда вот применить такую теорию эксплуатации к современному миру, тогда получается, что нету, с этой точки зрения, современной, там, вот эта система капитализма, вот является такой же и бесчеловечной, и гуманной, и жестокой, как это было, там, в рабстве, в эксплуатации. Вот, Сергей возьмет там на работу, там, уволит кого-нибудь без, за что он там что сделал, а нифига, я считаю, что мои права нарушены были, и пойдет в профсоюз, пойдет еще куда-нибудь, и еще выторгует, если бы там было, например, в Виталии, в Франции, то это будет бы такую проблему с профсоюзом, не дай бог. Это не Беларусь. А? Это не Беларусь. Слушайте, я не говорю про Беларусь, я говорю про мировую, то есть, я не про то, что я. Я даже не, друзья, это не про контракт даже, но просто про восприятие контракта, как, 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 собственно, вот это вот эргологические вещи. Или вот то же, что, безусловно, является разрушением вообще свободы рынка и капитализма, но является сплошь и рядом проявлением, там, западного поведения. И другие немцы, для которых фаворитов об этом не говорили. То есть, вот, пожалуйста, ты так решил, но ты большой, мы тебя прощаем, иди дальше. Ну, просто вот это худшего, наверное, удар по идеям свободного рынка, по капитализму, трудно себе представить. Это делают американцы, это делают британцы, это делают голландцы, это делают немцы. Слушай, это все. Ну, не все, не все, потому что Новая Зеландия не делает, Австралия не делает, Сингапурд не делает. Что говорю, вот это понятие запад, сейчас оно не географическое. Оно поведенческое, археологическое, и, собственно, что ты делаешь? Зеландии давно не запад, который, что, запад Румыния, запад Италия, запад Португалия. А Австралия не запад. Австралия, да, Австралия стала западом. То есть, это маленькие островы, помните, как «Я легенда» с Уолландом Смиттом, да? Они пошли вот в какой-то там город, какой мифический, утопический, где еще. Вот это вот там, да, вот там, что-то осталось такое еще. Вот это вот 34% государства. Вот, это вот проблема. Ограничение свободы во время безопасности, в этом мы говорили, да, потому что вот это все, privacy нарушено. Не забудьте про то, если вы говорите вообще с гаджетами, даже если не заходите с гаджетами, вы никогда не один. Все, всегда примейте это в виду. Privacy в старом традиционном смысле, возможно, только где-нибудь в лесу, без гаджетов, без ничего, там 100 метров от ближайшей стощики, там ничего, чего-нибудь, чтобы не было вокруг дронов и вертолетов. Ага, 160 арестованных за нарушение правил поведения в лесу в 2016 год. 160? А что, не знаю, где? Страхов, камеры в лесу стоят. Камеры стоят, да? Да. А, да, да, да. Статистика, вот буквально слышала перед от приезда сюда, 162, что человек... Ну, то есть я говорю, что с гаджетами не знаю, какое место должно быть для того, чтобы там вообще возникло. Поэтому всегда, это имеется в виду, особенно если человек публичный, всегда имеется в виду, что будет какой-то сериал, в случае чего можно поднимать с этой ситуацией. Поэтому даже там, даже под идеалом могут быть жучки. Замбирование идет полный поток. Вот, и вот эта вот стадность, она везде. То есть это вот, когда поддержка Путина 90%, поддержка Лукашенко 80%, поддержка того 80%, знаете, такое ощущение, что вот это ужас, да. Причем это вот, что парадоксально, что теоретически источников информации становится больше. Всегда можно выбирать. Вот есть вот такая теория, которую я считаю очень бомогом, ясно согласен, что поверение интернет-социальных групп, оно не привело к активизации конструктивного диалога, к атомизации этих групп. То есть я там социалист, да, или марсист, то я в своем кругу общаюсь там, и больше никого не вижу, и там, или там, может быть, роликов-нибудь из, там, других, да. И вот нет никакого диалога между этими площадками, между этими людьми, группами. То есть вообще люди перестали между собой разговаривать в принципе, спорить на какие-то вещи. То есть это вот противоположный, прямо противоположный эффект, а вот mainstream выносит, в чем если там мощнейшие ресурсы использует государство для формирования некой повестки дня, что абсолютно является правдой в Беларуси, там, даже в Европе, я думаю, потому что вот подмена повестки дня, глобальное потепление, равенство, там, несправедливость, конфликт, понимаете, вот действительно там, кто-то говорит, там, люди гибнут там столько, вот там, когда Зимбабве очень интересно, там, Зимбабве там 20 человек погибло, там, об этом говорит, там, британская пресса или американская, там, много-много, а про более серьезные проблемы никто не знает. Вот это, не знаю, не думаю, что это координация, но просто доследование вот этому спросу, на что-то, сформированному спросу, оно вот совершенно чего-то присутствует. Информационная война, вне сомнения, причем, опять-таки, вот это вот, когда у вас какое-то суждение есть, вот я всегда так почитаю, вот, иметь людей в стране, о которой там идет речь. Например, я хочу знать, что происходит там в Украине, у меня есть там, там, Миша, в Украине, там, есть люди в Киеве, во Львове, я лучше им позвоню, потому что знаю, что они ученые, знаю, что они валидные, адекватные ребята, они скажут, какая есть графа. Почитал, посмотрел, никогда один источник не может быть, никогда. Можно я нарисую, не матрицу, на одну секундочку. Представьте, это пол доски, это в Израиле научили, что такое талмудическое мышление. Вот это талмуд, там что-то написано, неважно что. А вот тут, вот тут, вот тут, масса, масса мнений. И вот именно, если очень много мнений, вот так и рождается истина. Все. Окей. То есть это больше, чем критическое мышление, просто разное. Эпоха постправды наступила, причем наступила во всех отношениях. Вот. И вот когда ребята разговаривают, вот о чем разговаривают, о чем решения принимают, никто не знает, понимаете, вот самый большой сюжет, когда даже предсказуемые институты перестали давать предсказуемые результаты. Никто не знает, когда встречи прошли, о чем говорили вообще, кто какую-то поездку не имеет. И все вроде бы открыто, одновременно закрыто. Это очень серьезная проблема большая, вот, которая в мире международных. И вот смотрите, какой неожиданный фьюжн. Опять-таки американцы, это не профагандисты там Украины, Белоруссии или там Северной Аравии, да. Это американцы, журнал «Тайм», вот так замечательно нарисовал вот этот мир постправный, да. Когда «Белый дом» и «Крем» становятся с чем-то единым. Понятно, что это как бы привлечение, понятно, что это как бы во многом гротеск такой, но опять вот что-то в этом есть. Потому что идти идти, а? Они имеют идеи. А что они имеют? Ну, что Трамп, агент Путина выбрал. Не-не, ну, это один из смыслов, да. То есть всего лишь, да, влияние, получается, такое гигантское влияние российское, что американцы, Путин поставил американского президента. Ну, все равно же, постправда, вот она вот в таком виде совершенно… Десять лет назад представили, вот такое было просто невозможно, просто невозможно. А сегодня вот, пожалуйста, такие картинки рисуют. Ну, «Крепость», «Крампа себе блаженного» тоже нет. Вот культ всеобщее образование тоже, высшее образование, когда мы говорим, что надо, да, это вот такое хорошее социальное достижение. Вот сделали мы всех там белорусов с высшими дипломами, 90%. И стало известно, что, если это вот вопрос оценивать, оценивать, например, прогресс страны по количеству людей с совершенно образованием. То есть, например, нам ООН говорит, если давайте, инвестируйте в образование. Наши говорят, конечно, инвестируем в образование, мы будем открывать вузы, мы будем там загонять всех, значит, да, пусть все будут дипломы. И дальше мы получили. Мы получили вот такую профанацию, когда преподаватели бедные там вообще не люди, там когда-то конторы выборят из фабрики производства корочек и дипломов. Причем, опять-таки, как бы в случае больниц, больницы и школы, учебное образование являются как бы жертвами вот такого подхода. Поэтому я категорически против вот такого подхода. Рынок был бы и было бы совершенно по-другому. Так, я говорю вам, значит, всех учить не нужно. Причем образование всем, конечно, нет. Так, а вопрос еще. Вопрос качества образования. Просто так. Качество. Один. Человек-то достаточно не окончен. Япония тоже, кстати, идет. И все же умышлено. Друзья, внимание. Друзья, внимание. Друзья, внимание. Маленький передач. Миша, Миша, Миша. 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 Миша, Миша. Миша. Эта цепь с 우와 п테езидия Миша,ι кирпигар muitas enseñеным структурой. Pollаде 00itter than normal indicates который, в принципе, максимально отдаляет через структуру среднего специального образования, когда специалисты, умеющие хорошо и качественно работать руками, составят основную часть на сиденье. Хороший вопрос, но не для этого момента. Прямо похоже. Не для этого момента. Мы говорим о том, что это грубая стратегическая ошибка через монополию Министерства образования и монопольное госучреждение без условий конкуренции, вкладывать в бюджетное и выкачивать деньги частного, создавая спрос на вот такие корынчики. Вот такие проекты. Вот такие проекты, то есть если у нас была слабоценно частная вуза, была комприенция, было другое. У нас все, так или иначе, грубо говоря, в холдинг, в котором разным структурам представляется какому-то больше оправку, а кому-то меньше оправку. Но, собственно, это государственная штука. Марина не может делать свой вуз по своей программе, подобрать своих пищелей, потому что министерства образования, а тут такая вообще и давай лицензируют, и только так, как мы работаем. Лучше дальше так, сделай вуз, но я тебе назначу своего вектора. Именно. Мы все это подтверждаем, все это не зацеплено. Гораза, пожалуйста, Мальки Мак, у Малатапа сейчас еще будет определяться, в какие специальности можно оставить в регионах, а какие только в столице, а вы все это сделаете. Это есть монопольный монстр такой в серии образовательных. Давай дальше. Манипуляция измерения, но, грубо говоря, когда... Друзья, усреднение является смертью вообще правды. Потому что если вот это усреднение, да, вот оно и есть, да, кому-то, там, да, вот, как бы, на этой картинке, да, и когда вот наши, почему, например, 70% получают оплату меньше, там, 250 долларов, но в среднем у нас все нормально, у нас 420, 630 все растет, все хорошо. То же самое, например, в бизнесе, там, усреднение, летают средние прибыли, чистые прибыли, и все прочее, то есть никакой дезагрегации нету, нам дают подконечный результат. И потом, смотрите, ну, мы растем нормально, если вы такие... А, знаете, потом сразу сюжет об отношении малобизнеса. Смотрите, экономика растет, мы не адаптировались, значит, вы не умеете работать. То есть тоже они вообще не анализируют условия и тастыря, рекреаторные нагрузки, равность условий хозяйства. Они просто говорят, вы не умеете работать, значит, это ваша проблема. Вот из-за того, что это из-за такого... А чем больше мы будем строить разных агрегатных моделей, тем больше будет возможностей для манипуляций. Поэтому я против такого показателя, как валовое национальное счастье, это валовое счастье, там, против разного такого рода, там, как жизнь, индекс ОСРовский, потому что сейчас 200 тем, да, там, количество комнат, количество, там, туалетов, количество собак, котов, ну, все, когда вы просто вообще в мистику так ударяетесь, а не измерение нормальное, да, то есть вы денег перестали устраивать просто деньги, да, как показатель измерения, там, качества жизни. Вот сколько у тебя денег остается? Все это показатель времени, вот, с индексом Ивана, надо бы делать. Ну, вот, поэтому они туда и идут. Репляция знания. Очень интересно идет, потому что вот всегда, вот это вот так, тоже, значит, знаете, антинаушность, да, когда вы что-то запрещаете, у вас должно быть очень валидное научное обоснование запрета, да, вот если ты там съешь пирожок, сам не с накален, ты умеешь, значит, пирожков запрещены, а если, хотя, на самом деле, с точки зрения, там, теории, да, ну, ради бога, если такой тупой, ну, ешь пирожки, травись, и все, если там довести до такого логического этого предложения. Но вот здесь, это вот то, что начинается с марихуаны, было 20-20 века, это абсолютная, подханальная, причем западная лоббиста. Мы вообще к этому никакого слова не говорим. Ну, мы говорим, почему важно иметь здоровую, качественную, интеллектуальную элиту, чтобы любую ересь, там, западная, если столько, не пускать на свою территорию. Все, если вы такие идиоты, ну, давайте, будьте идиоты. Мы будем нормальными людьми, потому что мы опираемся на науку. Вот наука, если у нас будет привязанность науки, тогда у нас будет все хорошо. Если бы была легализация марихуаны, у нас было бы меньше алкоголиков, может, меньше людей, которые развивались бы табаком, ну, кто-то курил бы, там, все равно же 5% людей, которые там... У нас, знаете, количество суицида в Белоруссии, оно остается незмени, например, 20-20 там лет, да, там, было 2000 человек. Что-то есть, наверное, в нашей системе, ну, люди, хоть их запрещай, не запрещай, там, веревки лицензируй, не лицензируй, все равно не будут что-то делать с собой. Ну, вот такой, к сожалению, факт. Ты работаешь с дезинфициальной леди, не официальной статистикой? Утверждаешь, что... Я говорю, я, безусловно, я не могу опираться на другое, потому что вы исследования, я не знаю. Если будут другие исследования, они опираться будут на тех. Но вопрос в том, что, понимаете, идет демистификация вот этого, да, а мы опять в постели. Это всех марок мне не нравится. Что-что? Это всех марок мне не нравится. Мне вообще не нравятся сигареты, мне нравятся наркотики, я вообще практически против этого, против алкоголя, поэтому это не значит, что я должен вообще запрещать вам всем пить и курить, потому что я говорю, ну, ваше право, ваше жизнь, я... Есть другая мальбара, можно другой. Если я, например, если вы придете ко мне домой, то я попрошу вас не пить и не курить, там, марихуан. Но если вы это будете сделать, то в следующий раз вы ко мне домой не придете, потому что решайте мои правила, как бы, моего использования, моего пространства. Вот и все, очень просто и понятное решение. Подмен в проездке дня, то, что я говорила, вот это вот, мы дохлеподим голосом было сходить в отношении вещей, которые вообще никакого отношения к сути. Например, помните, было свиной грим, там, куриный и птичий грим, помните, эбола, это вообще... Эболизация мозга была, вынос полный, когда Обама, это вот пример того, насколько эмоциональная и мистическая может быть политика. Андрей Николаевич говорил нам про Валаам, про Путина, то же самое Обама. Ему на вечеринку шоу про эту эболу, и он как идиот говорит, блин, все, самая большая проблема в мире, это эбола. Ни по количеству смертей, ни по количеству пани, ни просто ничего нету, но эбола. А сейчас вот второй сюжет зикает. У-у-у, зика, весь мир, зика, зика. Есть в Сибирных взятых здравоохранениях, которые эти фишки, они по всему миру, там, это вот, алармизм такой распространяет. А это уже продается на самом деле. Там какой-нибудь BBC, все прочее, о, показали этого человека, здесь, ай-яй-яй, там, или как заболеть этим, что нужно делать. Почему это вот, у нас это практически никак не касается, потому что это номер один угроза, все в этом говорят. Ну, тоже это вот очень важно. А в Беларуси какая повестка дня, кстати, то же самое. Вот сейчас, что у нас искусственно внедряют в повестку дня для того, чтобы отвлечь от важных тем, которые из сюжета. Какие? Россия. Я думаю, что вот, все, что связано, например, с угрозой НАТО для Беларуси, это вот свое. Потому что я даже не представляю ни в каком страшном смысле, чтобы НАТО напала на грех. Ну, просто не представляю. Хорошо, а угрозы России, то же самое. Россия, да. Я тоже согласен, что это во многом фейк, потому что я не представляю, ну, опять, вот, знаете, я посмотрю в сентябре, да, чтобы говорить те, которые говорили, что там в сентябре случится какая-то там катастрофа, и русские танки войдут в Минске, там, захватят, и все прочее. То есть я не верю в это все, но люди говорят, у нас даже Андрей Калавич говорит, что есть такое, типа, там, вдруг они останутся. Да, он еще раз сказал, а что вы будете делать, если они останутся? Ну, вот, ну, а что мы будем делать, если там затопить один остров в Гренландии? Да, 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 да. Если, давай, как я говорю, Австралию что-нибудь и трахнем на Японию, давайте мы сделаем японскую деревню, там, на 2-3 миллиона человек поесть ее. Все нормально, все супер. Что мы будем делать, если не уколемся от гриппа, и все выберем? Да, то же самое, да. Белорусскими вакцинами? Да, слава. Когда-то на районной кафедре 1994-1925 год, я задал вопрос, значит, стратегия Украины по отношению к друзьям и врагам, то есть концепция дата осталась. Серьезно? Да. Вопрос мой о том, а если Россия, она пойдет, мой господин сказал, такой концепции не может быть и она не рассматривает. Ну, какой такой год? 95. 95. Нет, тогда реально... Просто нужно разговаривать. Нет, слушай. Я говорю, что я не верю. То же самое, например, есть люди, которые не верят в то, что будет глобальная депрессия. Большинство в нашей территории не верят, что будет глобальная депрессия. Я? Десятолько лет назад обещали конец мира. Нет, он не про меня. Нет. Поэтому говори. Я не знаю. В 80-е каждый год, то, что будет развал Советского Союза, там думали, может быть, 20 человек, может, и говорили. Не более того. Оккультизм. Несколько это времени, потому что уже 40 лет работали здесь. Не сказал. Смотрите. Оккультизм. Следующая фишка. Это тоже самое. Если что-то популярное, значит, нужно это продвигать и довести до абсурда. Поэтому оккультизм инноваций – это наше все. Есть мой любимый список 20 инноваций из государственных программ инновационного развития. И, блин, это просто песня. Песня. Тогда вот есть это интернационное говно без привлечения. Вот это в списке инноваций. Это все. Все заставляют отчитываться предприятия. И те не знают, что. Мне сейчас с вами сильно рассказывают о том, как вызывают горосполкомию. Говорят, давай, почему у тебя нет инноваций? Он говорит, я пластмассовые ведра делаю. Какие-то много. Или штанки какие-то поставили. Они просто в мед... Ну, кружки в ведра вставляет станок, а не женщина. Это не инновация. Они говорят, слушай, мы на керпиче в том году нашли 39 инноваций. Иди сюда 20 и все. Да. Причем, вот это происходит в большей реакции. Все 39 инноваций. Просто это грубый реакции. Оккультизм и инновации густом наичества. Четевой анартицизм. Следующий сюжет, очень важный, потому что... Почему это мужчина? Как русский анартицизм? А я... Я не знаю, что это не мужчина. А почему мы так уверены, что это не мужчина? Я росла. С чего это мужчина? Да. И это участие, помочь, и в абсурд. Да. Да. Друзья, внимание, внимание. Сейчас уже надо перерисовывать. Сейчас телефон на любую женщину. Даже не сам. Нет. На высоту на высоту. Он ее делает резко красиво. Серьезно? Да. И это уже выкладывают. Да ну. Да все делают айфоны. Нет. 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 Это просто целый феномен. Атомизация такая совершенно четко происходит. Да. Вот у меня по теории на эту школу, которая, в мой взгляд, я предлагаю ваше рассмотрение. Это вот такое, впервые я говорю про философию белорусского протеста, с одной стороны, и гражданского поведения. Да? Ехутерство. Хутерство, как угодно там. И это то, что характеризует наше поведение отношений к государству по его очень уровню. Да? Вот кто наш, на самом деле, белорусский философ. Да. Человек, который написал две вещи. Написал про Волден. Это такое Волден Форест. И написал гражданское неповиновение. Наличные можно купить. Это вот консюмеризм. Антикомиссиверский в чистейшем виде. Вот первой половине 19 века. Из того, что нужно от душе, ничто за деньги не продается. Нужно просто быть в лесу скромным. Если вам не нравится государство, значит, валите на хутор. И там будет вам счастье. Вот. Современное хуторство. То есть, где оно, как оно выражается. Компьютер, гаджет, как лес 21 века. Совершенно значит. То есть, неважное значение. Надо, чтобы он был. Компьютер, гаджет, как экскепизм. То есть, я не занимаюсь политикой, не занимаюсь адвокацией, не влезаю в проблем. Почитаю в задницу. Я со своим телефоном в своем мире, который я сам себе выстроил. Изолированная дача, мой хутор. Да. Мне комфортно и приятно. Компьютер, гаджет, как мир на гражданское неповиновение. Я не участвовал в ваших фальшивых выборах, потому что они фальшивые. И я ничего не могу это сделать. Поэтому я выражаю свою фен. Это моя коза. Да. Вот. Компьютер, гаджет, как экологическая образительная жизненная работа. То есть, я не загаживаю, там, природу. Не езжу на вашем транспорте. Я живу в лесу. У меня дровишки. Собственно, и все. Компьютер, гаджет, собутыльник, собеседник и любовник. Вот, собственно, это то же самое. То есть, у нас, вот, понимаете, и хутор, хуторство 21 века, вот оно совершенно четко слилось с достижениями технологий IT, там, софта и все прочее. И это, я не знаю, это проблема, не проблема, это просто есть. Да. Когда вот люди, действительно, вот сидят в этом всем, живут этим всем, разговаривали, разучились, общались, разучились, между собой в спорте разучились. Грубо говоря, мир стал вот этими хуторянами, хуторянами стали. Хуторянами, которые разговаривают на английском языке, в основном, там, между собой. Либо там, если мир говорит. А если так, то вы на своем языке разговариваете, вы упрощаете до состояния, там, там, сколько там, 140 знаков в Титере, да? 140, там, инстаграм, вообще там все без слов идет, какие-то... А, что? А? Что? Не-не, но все равно уже, получается, это все, это эмоциональные, визуальные, реакт, лишенные смысла. Я говорю, для меня показатель, когда, даже в Фейсбуке, пишешь там, какой-то материал на страницу, и пишешь, где много букв, не знаю, ما, не знаю, сейчас возвращаюсь к игре, если там, ну, не забыл. Ну, да, ну, и много букв. Слушай, я говорю, одну страницу. Я сам много брамяешь. Одну страницу мало букв, блин, как будто текст пишешь, да, слушайте, ну, я не знаю, для меня было как-то пяти страниц прочитать, и все. Куда? Страницу текста простого, там, без, не знаю, графика, без уравнений. И людям сложно читать, потому что они брр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Это все просто превращается в такой хутор, который поезд ездит, картинки меняются, это, я не знаю, тупление, тупление, может быть это новая форма прогресса, я не знаю, это для меня мало, это реально новый феномен, да, но я просто понимаю, что тогда Таро, да, он был за вот такую форму протеста, потому что у нас молодежь там был куда-то, 2% людей, которые голосовали, да, ну причем не только молодежь, это уже там люди там, даже уже писали. И я начинаю в эти стучки играть, вот, и все, вот смотрите, вот это вот наша новая реальность, наш новый хус, так и сдается. Нет, я подняла две руки, чтобы Ярослав обратил внимание, Ярослав, правда, пиши буквы, это вкус значит. В смысле? А, в этом плане? Да, да. Нет, я, конечно, буду писать. Ты заследуешь за трендом, поэтому я... Нет, нет, я за трендом не следую, наоборот, я абсолютно... Ты всегда в тренде. Пиши буквы. Ярослав, я тоже надо... Для меня, понимаете, с одной стороны мы говорим, что важно, чтобы была сеть единомышленник дезентрализованная, да, вот, и, грубо говоря, если хуторями мы все объединяемся в них, и сеть начинаем делать адвокации, да, это одно. Другое дело, если хутор, ну, у тебя один хутор, одна корова, и один сосед, которого ты не любишь. Ну, собственно, если... Ну, и что? Что? Нет, я же говорю, что, видишь, это же не... Я безотносительно от неких там осуждений и все прочее. Там мир, да, мы туда пришли. Вот, квартира в городе. Вот, квартира в городе, однушка, как-нибудь. А, что для создателя привели ее? Слушайте, ну, кто не привел? Вопрос всегда же выбор, да, для меня... Для меня важно живое общение, важно какой-то там... Активность, важно там быть в людьми, важно там спорить, там... Это не разный точек зрения. Это сам, может быть, говорил у нас консерватор. То новое, вы еще противополимаете. А, вот, да. Я не говорю плохое. Потому что в жизни у нас годы... Парень, я не говорю спокойно. Я не говорю... Старое поколение говорит, вот вы там такие, вы молодежь, ничего с вас не получится. Всего же мира. Друзья, заметьте, я не говорю, что это парень. Не рисунки, возвращай свою точку зрения. Я наблюдаю феномен. Я установил, для меня кажется... Поправьте мне, опроверьте, что у меня вот есть философ, который в 19 веке призывал к таким же формам поведения. Но это было там до тех технологий, до всего того, что было. Сегодня уйти в лес и лес, да, проще, чем тогда было... Ну, тоже тогда было там... В лесу люди жили, когда, собственно, это было проще. Вот сегодня вот эта вот атомизация и проявление собственного я, эскепизм, там, всякая позиция, это нормально. Я не говорю, чем нравится, вот я сколько раз слышал, там, даушистник такой. Ушел в лес куда-нибудь, и там живешь себе, там, копаешь канаву, там, садишь огурцы, там, нормально, это супер. Человек развивается, человеку это нравится, нормально. Но потом, понимаете, когда мы располземся по Куторану, авторитаризм, левиафанш, никуда не денется. Он просто будет нас выдергивать по Куторану, точно так же, как он выдергивает, когда мы жили там в одном активном, в конце, когда мы ходили на праздник в 1 мае, там, 7 ноября, все прочие праздники, ходили там колонны, вот там был отбор коллективный, а это будет другое просто, потому что вот, когда же у нас все будут блокчейны завязаны, все равно же будет так, что будет выдергивать левиафан как по своему усмотрению, потому что силы у него-то будут, понимаете, и все равно же он наложит интернет налогом, он найдет, как, на деньги с ней совершенно однозначно, а если нет, вы отключите? Да, да. И дронов Бутла или Фейсбука, раздачей сигнала интернет, над Беларусью будет вбиваться нарушение разрушенно-пространства независимости Республики Беларусь. Я хочу разобраться, а что такое уход на Кутор? Уход на Кутор, это когда вы формируете тот мир, в котором вы проводите, он здесь. Служное понятие, например, ну, свой мир. Вот, все, давай заканчиваем, потому что сейчас он придет. Значит, вот нам из-за слова хочу сказать еще. Я возражу Виктории, все, у меня было 150-200 просмотров текстов. Когда я разместил маленькое видео, сразу 350. Поэтому, Ярослав, предложение, чтобы ты делал маленькие видео, у тебя сразу поднимется резко. Я могу сказать, как... Кирилл, 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 у нас будет целый сюжет. Друзья, внимание, мы не про это говорили. Мы про это будем говорить в последних презентациях. Вот наша выборная реальность. Первый сюжет или второй сюжет? Либо эпоха просвещения, упор на мозги, на науку, либо вот это. Ну, как в будущем будет симпатичным. Да, оно симпатичное, потому что... Оно же рисует, как красочно. Оно же рисует такие, понимаешь, в чем это дело, что это как бы наши люди, которые захватывают наше сознание, они вот такие. Вот, собственно, это такое. Вот, поэтому, друзья, нам нужно сделать правильный выбор. Какой будет выбор этот, так иначе, зависит от нас с вами. Вот, но надо, чтобы он был веселым, потому что если мы будем скучно продвигать там классиков или теоретиков, то это никому не будет нужно, потому что спрос в хуторе на любые продукты, к сожалению, он не такой, как был там, не знаю, там, 40 лет назад, когда мы книжку читали, ууу, блин, какая классная книжка, там, как мне повезло. Новая подробность, новая. Конкуренция. Конкуренция, безусловно. Поэтому нужно этому соответствовать. Технологии надо использовать. Быть в сети, быть активными. Об этом будет наша последняя презентация. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.